Я с тобой не разговариваю. Оф, а чё это я не поняла, чё это вообще разогналась девка-то, а? Надеюсь, что сегодня бить не будут. Надеюсь. Всем привет, ребят, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я буду продолжать играть в игру Майча для Бензборн. Итак, не буду тянуть, уже буду начинать игру, чтобы много здесь не разговаривать. Доброе утро, вот и новый день. О, почта новенькая, уже сразу так, нам уже удивляют уже сразу в игре. Почта-почта. Вообще, в прошлые разы мы столько написали этих записей, просто. Это было очень много записей, просто за пять дней мы написали каждый день запись. Прям вот я чё-то разогналась уже их писать. О, сегодня у нас обычный день, да, я так понимаю, будни. Будни, надо Карин накормить. Хотя можно послешку, ну ладно, уже покормим сейчас. Ну давайте такое, пусть будет такое. И потом уже пойдём... Ещё надо что-то сделать, да. О, кстати, можно зашить ей, да. Можно зашить уже, дошить платье, которое порвали ей дети. Очень моя хорошая. Нам пора. Хорошей тебе учёбы. Ага. Иди, моя хорошая. Надеюсь, что сегодня бить не будут. Надеюсь. А я пойду как раз уже на работу. Всё, отработала. Идём домой. Вот классно, да. Если бы так работали, да. Просто себе пошла, куда-то там зашла, поработала там. Две секундочки, всё, я пошла. Заходим, наверное, в магазин, потому что у нас нет чего-то какого-то разнообразия. Возьмём такой набор. Потом возьмём бутербродик. Уже бутербродик с этими, с ягодами. Ну, может, кстати, уже появились ягоды у нас в лесу. Блин, я надеюсь. Потому что уже как бы хватит уже покупать. Надо уже самим что-то делать, а не покупать. Что случилось? Что-то какая-то грустная. Что-то неладненькое здесь. Сегодня господин Берг сказал нам, что больше не будет нашим учителем. Вместо него придёт какой-то чужак. Господин Сальхейм. Он сегодня тоже приходил. Что ещё он сказал? Он поступил очень жестоко. Отруга мне за то, что огрызаюсь. Хотя я этого не делала. Всё-таки всё же проблемы с учителем пошли. Мне вот этот учителем уже не нравится. Обижает моего ребёнка. Что? Я поставлю его на место. Пожалуйста, не приходи в школу. Я не хочу привлекать внимание. Ну блин, а как я могу не обращать внимание, когда моего ребёнка просто тупо обижают? Ой, блин, учителя, блин, вот это вот всё как-то... Чё так не везёт ей в жизни этой? Прям ужас просто. Мы приготовили какую-то штучку. Пойдёмте... О, кстати, можно её слегка так покупать. Усвежить Карин. А то уже что-то она грязненькая. Я устала. Так, ложись в кроватку. Мне не нужен новый учитель. Может, господин Сальхим ничем не хуже господина Берга? Ну а вдруг? А вдруг? Это просто, знаете, он как-то так... Так случилось. Разве может господин Сальхим быть таким же хорошим? Мне нравится господин Берг. День парада для учителя последний. Разберёмся с этим завтра. Ложишь спать. Ну, бедняжка. Почитаешь мне сказку на ночь? Конечно. Ты же, конечно, большая уже девочка, но всё равно просить сказку. Здорово, спасибо. В дневник добавлю новую запись. О, сегодня опять почитаем. Разогналась человек, разогнался брус. Так, ложись, засыпай. И мы идём в кабинет. А, у нас газета. Ну, в принципе, да, у нас как бы единиц нету, так что мы не сможем почитать газету. 14 мая. Год хат. Во время войны твоя мать оставила тебя в приюте... А, нет, это мы уже читали. Ой, Яна, блин. 15 мая. Конец войны. В приютах Лебенспорна воспиталось более 500 мальчиков и девочек. После войны одним нашли приёмных родителей, другие вернули родным. Норвежское правительство пыталось предвратить часть детей в Австралию. Переправить. Ой, Боже. Чтобы не брать за них ответственность. Они боялись, что дети были психически больны. И расходы на них содержания были бы непомерно большими. Ты была среди 250 детят с норвежским гражданством, обнаруживших их в Германии. 25 из них так и не смогли пристроить. А потому признали умственно осталыми и направили в психи-лечебницу. Многие верят, что немецкие салаты были психически больными. А значит, и с женщинами, что были с ними, и с их детьми, может, не всё в порядке. Ведь всё дело в генах, так? Прошу запомни, что всё это большая ложь. Норвежцы что-то говорят и сами следуют нацистским убеждениям. Можно менять нации местами, но логика останется так же. Ошибочная и бесчеловечная. Блин, это вы представляете? Ну, то есть, как бы, ребёнок, он был психически здоров, да? И его просто направляют в то место, где, ну, где просто ему сломают психику. И он, наверное, станет и здоровый человек, а станет психически неуравновешенным. Ну, блин, это, конечно, реально жестоко. Как для меня, это, не знаю, как-то... Ой, трудновато, трудновато. Берёмте спать, у нас сухарнили, 16 мая, пятница. Доброе утро, Карин. Я с тобой не разговариваю. Оф, а чё это я не поняла? Чё это вообще разогналась девка-то, а? Что это за тон? Ну-ка прекрати. Я тебя не боюсь. Мы, на самом деле, даже не родные. Ой, началось, знаете, ребёнок уже начал, подростковый период уже у него, всё, всё, мы не родные, я его не люблю, всё, надо пережить. Со всеми так бывало. Так, давай я тебя накормлю. Дам бутербродика тебе с сыром. Чавкает, ну, чавкай-чавкай. А, кстати, пойдём почитаем газету. Что-то, может, интересненькое, ну, или как всегда, знаете, какой-то рецепт, или какую-то не очень интересную новость. Новости. Сорна продолжает готовиться к параду, и школьники с нетерпением ждут, когда же они смогут пройти по улицам, размахивая флажками в честь Дня Конституции. Уже распланирован маршрут движения парада. Утром дети соберут завод из школы, а затем пойдут от неё через город. Окей. Нам, мы как будто-то, нас никто не пришло, но мы с вами пришли, мы с вами припёрлись. Так, и пойдём же в школу. До скорого, учись хорошо, ладно? Хорошо. Молодец. Иди в школу. Шуруй маршем. И мы, естественно, идём на работу, как всегда, в принципе. Деньжик у нас так, нормальненько, приличненько. Идём домой, и я им, наверное, прикуплю вот такой вот бутерброд и вот такой набор. Ну так, чтобы вот на всякий случай было. Привет, как прошёл день? Ну, если честно, не очень, да, с твоего утрешнего такого обращения ко мне. Вообще, Карин меня просто не любит. Она меня просто не любит. Вот так вот учишь, воспитываешь детей, они потом тебе говорят, что... Ах, да, мы не родные даже. Вот же ж. Так, покупаем, Карин. Я тебя, я тебя поласкаю, поласкаю, бедняжку. Да, да, я тебя поласкаю. Ой, боже. Ну, покормим тебя, наверное, завтра. Вот, кстати, можно приготовить наборчик, супчик будет. И уже пойдём, нужно спать, уже пора, да, Карин? Можно я пойду спать? А, кстати, парад когда? Я что-то не заметила. Ну, давайте посмотреть. 16-го. О, завтра уже парад будет. Угу. Вот не готовится, флажки у нас есть. Завтра парад. Да, я уже поняла. Точно. Скорей бы. Угу. Что, засыпаешь? Да, завтра. Что, без сказки? Да, завтра. В дневник добавим новую запись. О, по нему почитаем. Что, она без сказки заснула? Ну, да ладно. Как бы. Я-то не против, как бы-то. 16-е мая. Любящая бабушка и дедушка. Думаю, ты не случайно запомнила свою немецкую бабушку. Наверняка она была добра к тебе. По её словам, у неё была лишь одна причина тебя оставить. Если мать действительно хочет вернуть своего ребёнка, я не могу стоять у неё на пути. Грустно, что норвежское правительство решило забрать тебя из любящей семьи и отправить матери, которая не могла, не хотела тебя воспитывать. Ты могла вырасти в месте, где считалась бы обычным ребёнком. Угу. А тут так вот случилось. Как бы, такая мать, конечно, могу прям. Так, и уже пойдём спать. Кстати, можно что-то сделать, но у меня нечего делать. Как бы, я уже всё почитала. Кстати, какие-то у нас новые рисунки нету. Нету. Ну, как бы, что нам остаётся? И спать. 17-е мая, суббот. Сегодня у нас парад. У Карин, точнее. Парад. Нас, конечно, там не приглашали, но мы всё равно припрёмся. Мы такие, правильно. Так, Карин что-то... Что-то... Ага. А где Карин? Карин здесь нет. А где Карин? Где-то она уже пошла, спряталась. Без меня пошла. Просто бесстыжая. Без меня пошла, без меня куда-то намылилась. Ну, нормальный ребёнок. Просто без разрешения пошла себе куда-то. Непонятно куда. А, вот ты где. Да ладно, чё ты. Прости, что вышла так рано. Я не могла дождаться. Все выглядят такими счастливыми. Угу. Ну, я нигде не вижу господина Берга. В следующий раз подожди меня, ладно? Ну, так, не будем на неё прям кричать. Но, скажем, как бы... Надо было маму подождать, как бы, да? Прости, но ты идёшь так медленно. Ой, мама такая у тебя медленная просто. Боже, какая хорошая дочка, скажите. Такие комплименты прям сыпятся. Я не могла больше ждать. Я больше так не буду, обещаю. Угу. Смотри мне. Дети выстраиваются парами. Мне надо туда. Карин, как бы, оставайся у меня на виду. Но я не знаю, будет у неё пара какая-то или нет. Угу. Всё, уже пришла. Моя ленточка. Они сказали, что мне здесь не место. И растоптали мою ленточку. Бестыжие. Правильно ты говоришь? Сыря мы сюда пришли. Я хочу домой. Ох, милая, ладно. Идём. Пошли. О, это, как ты понимаешь, господин Берг? Карин. Привет. Прости, я никак не мог тебя найти. Я видела, что дети здесь с твоей красивой ленточкой. Я их как следует отсчитал. Господин Берг, о, правда? О, как рада. Ой, хочется порадовать ребёнка. Нельзя так себя вести в нашу день конституции. Я прослежу за тем, чтобы их наказали. Пожалуйста, не надо. Я подумаю об этом. Ну, конечно, не хотелось бы создавать тебе проблемы. О, здравствуйте. Должна быть, Карин, ваша дочь? Очень приятно. И мне, а мне как приятно. А мне-то как. Наконец-то встретимся с вами лично. Воспитали замечательную девочку. Да ладно, ну комплименты сцепятся в мою сторону. Я прям не могу. Вы, видимо, тот самый учитель, о котором постоянно говорит Карин. Карин одна из моих лучших учениц. Она очень смешлённая для своего возраста. Она не заслуживает такого обращения. Но не беспокойтесь. Я делаю всё возможное, чтобы с ней ничего не случилось. Спасибо за всё, что вы делаете. Такой приятный, такой милый. Милый молодой человек или не молодой. Целью поблагодарить вас. Вы выросли славного ребёнка. Не все родители на это способны. И недостаточно стараются. Что ж, Карин, идём на парад? Что-то как-то фальширую. Да, пожалуйста. Не волнуйтесь, я о ней позабочусь. Вот, Карин, можешь взять мою ленточку. Не забудь помахать своим флажком. Ой, красота-то какая. Я не могу просто. Так мило. Ну, хотя бы, знаете, какая-то у неё поддержка была в этом параде. Не, ну красиво, красиво. В фотоальбом добавили новые воспоминания. Было очень здорово. Ой, я рада за тебя. Там было столько людей. И так много флажков. Мне очень понравился парад. Понравился парад. Ты учитель и правда хороший человек. Я же говорила, что он хороший. Было очень весело. Здорово, что тебе было весело. Ага. И все с господином Бергом познакомились. Угу. Так, ну, Карин, пойдём уже спадки. Я не знаю, что как бы будет дальше. Сегодня был отличный день. Угу. Вот бы больше людей было, были как господин Берг. Ну, да, господин Берг хороший человек. Точно? Угу. Другие дети меня ненавидят. Ну, они ведь глупые. Ну, почему же все соседи меня ненавидят? Дедушка с бабушкой тоже меня ненавидят. Они взрослые. Взрослые должны быть умными. Не понимаю, они ведь меня даже не знают. Ты, господин Берг, единственные хорошие и взрослые. И господин Берг уходит. И мои родители тоже ушли. А я? А я? Что ты вообще про нас забыла? Я рада, что ты рядом. Вот. Не уходи, пожалуйста. Да я не уйду. Ты куда? Я никуда не уйду, Карин. Хорошо. Надя уже привычка, что все ее бросает. И она уже думает, что все такие. Можешь почитать мою любимую сказку? Конечно. Ура, спасибо. Дневник обаме новая запись. Почитаем, Карин, сказочку. И потом уже пойдем подсчитаем. Просто глагольствуем, конечно. Так, пошли читать запись. Здесь уже, знаете, походу, уже когда были под конец, игра приходит, а уже запись становится больше. Есть больше, что читать. 17 мая. Ты мое счастье. Но боюсь, что мне не сделать тебя счастливой, пока мы здесь. Ты сильно изменилась за эту весну. К счастью, теперь мы знаем, что в Германии у тебя есть любящая бабушка и дедушка. А значит, они еще могут нам как-нибудь помочь. Будем надеяться, что они ответят нам на письмо. И как можно скорее. Ну, будем надеяться, так как бы. Кто знает, кто знает. Все уже как бы так вот. Смотреть надо, как что. Глава пройдена. Вы и 75% игроков поругались бабушкой и дедушкой. Я поругалась с бабушкой и дедушкой со стороны мамы. Вот. А со стороны папы у нас еще как бы не ответили нам бабушка с дедушкой. Вы и 91% игроков купили флажок. Вы и 86% игроков разрешили Карин пойти на парад. Ну, блин, ну почему бы нет. Знаете, пусть ребенок идет, пусть у него какая-то хотя бы будет радость в жизни. 25 мая, воскресенье. Я ох, так хочу есть. Доброе утро. Это мне постоянно хочется. У меня прям голодный ребенок. Знаете, тортик. Да. Ням, буду по части такую вкуснятельную кушать. Ой, дитё моё. Мам, денежек нету. Может займемся чем-нибудь вместе? Давай поделаем что-нибудь вместе. Можем поиграть в мячик. Хорошо. Пошли. Мячик. А то вроде Лив подарила мячик Карин, но мы с ним не играемся почему-то. Карин, мама тебя не прикормит, моя хорошая. Завтра накормим. Так. Хотя, блин, не знаю. Ладно, пусть будет сегодня. Чего же сделали, да, как бы. А, можно пойти за ягодами. Я так понимаю, что сейчас что-то должны быть ягоды. Или грибы. Нет. Или я слепая. Это я слепая. И я, грики, вам от нас не спрятаться или что-то там такое. Вот я слепая. Не вижу. Не вижу слепая. Уже поздно, нам пора домой. Зато как было весело. Угу. Карин, тебя бы по-хорошему покупать бы. Что-то уже поздно. Давай тебе поменяем хотя бы. Потом сказку, наверное, будет без сказочки. Было здорово, просто сказку надо начать время почитать. Конечно. Ух ты, спасибо. Это я какая-то слепая. Может, я, кстати, в предыдущие разы не замечала, что у нас есть какие-то чернички, что такое. Ну, слепая я, что не вижу, блин. Ну, бывает так. Ну, что сделаешь. Так, записи у нас нету каких-то новых. О, есть новые. О, как мило. Ты же моя хорошая. Ну, хотя бы господин Берг есть такой. Очень милый, очень добрый человек, учитель. 26 мая, 26 понедельник. А вот и я. Доброе утро. О, почта, газета. Должна быть еще почта от бабушки с дедушкой. Есть? Нету? Ммм, скучно. Нам принесли почту. Пойдем тебя покупаем, потому что уже давно не купали тебя. Уже пора бы давно бы было. И пойдем покушаем. Вот, кстати, бутерброд с кольбасой. Вкуснятина, просто жайди. Объедение. Заедение. Так, пора уже в школу, да, я так понимаю? Угу. Да, мы идем. Так, покупать я пока что ничего не буду. У нас, кстати, есть ягоды. Можно приготовить с них что-то. Ого, господин Цархим такой строгий. Он не позволяет нам разговаривать на уроке. Он ненавидит шум. Нам приходится сидеть очень тихо. Главное, чтобы он к тебе не придирался. Он вообще ко всем придирается. Все нормально. И завтра у нас контрольная. Я покажу, какая я умная, чтобы ему понравиться. Ой, жизненная, жизненная это, как она называется? Жизненный совет. Не надо там кому-то что-то нравиться. Ну, господин, ладно, что ты себе нравишься, правильно? Правильно. Так, Карин, может тебя покормить? Или как? Или никак? Что ты читаешь? Учишь? Зубришь? Да ничего, пока делаю уроки. Ладно. Завтра покормим. Угу, хорошо. Так, каких-то платьев у нас нет. Ну, давайте уже доделаем хлебушек с джемом. Ням-ням-ням. Чернитный джем. Вкуснятина. Так, Карин, где ты? Карин, Карин, я тебя ищу. Привет. Как ты дела? Скоро уже спать? Ну, иди спать. Ложись. В классе меня никто не обижает, пока рядом господин Сальхейм. Ну, это уже что-то, как по мне. На переменах все как прежде. Но во время уроков мне хотя бы проще сосредоточиться. Это хорошо. Почитаешь мне сказку на ночь? Конечно. Ура, спасибо. Да, ладно. Я же твоя мать, как бы, да. Может, не родная, но мать. Но мать, твоя мать. Так, и уже пойдем ложиться спать, потому что записи... А, у нас, блин, надо было эту, газету посмотреть, хотя я сомневаюсь, что там что-то такое интересненькое. Ну, хотя бы, ладно, завтра уже почитаем. Так, 27 мая, вторник. Так, ребят, ну на этом мы уже, наверное, закончим. Всем огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, вам это видео понравилось. Доходите на канал, смотрите предыдущие серии этой игры. Обязательно нажмите лайк, ставьте лайки там внизу. И увидимся, конечно же, в следующем видео. Всем пока-пока!